Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Этот май нам доставил много хлопот и переживаний, поскольку температура резко упала. В некоторых районах были даже ночные заморозки. Днём дневная температура была порядка 4-6 градусов, редко 8. Ночная держалась около нуля. И наши растения испытывали стресс, находясь вот в таких условиях. Во-первых, это перепады температур дневных и ночных, поскольку днём температура всё-таки воздуха в теплице прогревалась, а земля оставалась холодной. Она была ниже оптимальной температуры для послёновых, ниже 15 градусов. И плюс они ещё испытывали стресс, поскольку земля оставалась холодной, воздух прогревался, и наши растения продолжали расти. Вот у меня помидоры не только начали закладывать бутоны, но и расцвели. Вот эти две цветочные кисти уже появились и расцвели во время вот этого похолодания. И результат – это различные пятна на растениях. Растение нам сигнализирует, оно разговаривает с нами на языке листьев. То есть, поскольку корневая система не работала, а растение продолжало расти, оно как бы ело само себя. То есть, оно в верхнюю часть, в молодые листья, в бутоны, происходил отток вот этих всех пластических элементов, которые находились в нижних листьях. Питания верхним листьям, бутонам не хватало. Растение как бы съедало само себя. Поэтому мы видим, что сейчас на листьях. Вот так вот листья могут загибаться. Это недостаток калия. Мы можем видеть железистый хлороз. Недостаток железа. Вот это у меня… Не нельзя сказать, что хлороз, он примерно выглядит так же. Но вот эта часть ещё более жёлтая. Недостаток магния, вот такой межжилковый хлороз в средней части листьев. Недостаток азота, когда желтели нижние листья. И всё это последствия вот такого похолодания. Что мы делаем сейчас? Мы помогаем нашим растениям отойти после этого стресса. Наладить все биохимические процессы, которые в них должны происходить в период бутонизации и цветения. Мы применяем сейчас антистрессовые препараты, которые помогут нашим растениям выйти из этого тяжёлого периода здоровыми. Не заболеть и дать нам хороший урожай. Что же мы применяем? Это Эпин Экстра, антистрессовый препарат, который поможет нам восстановить все естественные процессы, которые происходят в растениях. Как его применяем? На 5 литров воды воду мы подкисляем. Это 1 чайная ложечка уксуса или несколько кристалликов лимонной кислоты. Выливаем ампулу и перевмешиваем. Обработка этим препаратом раз в неделю. Растения, которые находятся до цветения или в фазе бутонизации цветущей, мы не обрабатываем. Циркон. Это тоже очень распространённый антистрессовый препарат и модулятор иммунной системы растений. Применяем мы 1 мл на 10 литров воды и опрыскиваем наше растение. Ещё новый препарат, который не всем известен, это Стимул. 1 мл препарата на 100 мл воды. Ну и такие препараты, как HB-101. И не забываем про профилактику заболеваний. Что у нас сейчас может быть после такой вот холодной погоды и холодной почвы? Это корневые, прикорневые, стеблевые гнили. Может появиться даже белая и серая гниль на стволе. Всё зависит будет от той погоды, которая будет дальше. Поэтому мы сейчас опрыскиваем наши растения для профилактики фитоспорином, фитоловином. И проливаем почву, чтобы не было корневых и прикорневых гнилей, препаратами, содержащими триходерму. Применяем мы, проливаем аллерином B, триходерма вериды. То есть любой препарат, содержащий этот грибок. И вторая подкормка. Мы её уже корректируем в зависимости от того, каких элементов питания нашим помидорам не хватало. То есть осматриваем листья, смотрим, что было растениями не усвоено. Это не значит, что в земле этого препарата не было. Это значит, что просто корневая система, которая находилась в неактивной форме, не поглощала эти элементы питания из почвы. Поэтому лучше производить вне корневую подкормку этими удобрениями. А как подкармливать, я вам расскажу в своём следующем виде. До встречи на канале с Ольгой на шестисотках. Подписывайтесь на мой канал. Если вам видео понравилось, ставьте знак, палец вверх. Нажимайте на него. И на знак оповещения, на колокольчик. Удачи и до встречи на моём канале.